Продолжение следует... Джеральд МакРенни, Джек Баззи, Джон Казини, Ричард Эдсон, Карло Гуджино и другие замечательные актеры. Продолжение следует... Многие из вас видят жизнь в солнечном свете, некоторые в оранжевом, а я в кроваво-красном. Не важно, где живешь, все одинаково. И здесь, и в городе, и в какой-нибудь пустыне. И не проси пощады, ее не бывает. Никогда не сдавайся. Меня научил этому мой папа миллион лет назад. Или в Калифорнии, или в бродяге. Кто написал эту дрянь? Напоминает годы Великой Депрессии. Похоже на шутки о хвакомских рабочих. Я часто видел, как они слонялись туда-сюда, по дорогам. Неужели такой старый Кэлл? Черт, где твай? Я тогда был еще ребенком. Мы тоже охвакомцем. Кстати, детей надо поторопить. Лен, слушай, Баня, никак не могу поверить. Я не хочу уезжать, не хочу. Не знаю, что я буду без тебя делать, Лен. Просто не представляю. Я сейчас расплачусь. Нет, нет, не надо. Все перейдят в Калифорнию. Я готов душу продать, лишь бы выбраться из Техаса. Честно, Кэлл. Я сделаю все, что смогу. Я же тебе говорил. Эту работу меня устроил старый боевой друг. Я сделаю все, что смогу. Да, я знаю. Ты сделаешь просто без тебя, и Джин здесь станет паршиво. Лен. Фабиан. Я не могу это взять. Нет, нет, ты должна. Может, ты его там встретишь. Лен. Где твоя мама, детка? Уже поздно, нам пора ехать. Она во дворе. Или, может быть, в соседей. Поищи ее. Ладно. Я сейчас разревусь. Лен, мама. Не переживайте. Сюда перед какие-нибудь хорошие люди. Все равно это будет не то. Да, мне будет не хватать тебя, Кэл. Мне тоже. Иди сюда, обними меня на прощание. Нет, это не заметно. Нет, ничего. Держи, Джин. Хочу тебе это подарить. Смотри, Джин. Джерри. О, Джерри. Очень, очень красиво. Чтоб ты меня не забывала, детка. Мам. Не забывай меня, Джин. Мам. Я здесь. Пора собираться. А что ты там делала? Да, зашла попрощаться с Джейми. Попрощаться? Попрощаться. Идем скорее. Попрощаться. Джин. Мы идем. Лин. Ты забыла свой кошелек. Давайте быстрее. Давайте, давайте, садитесь. Ты попрощался с Дженей? Нет. Дорогая, я буду тебя вспоминать. До свидания, Лин. Ты меня не забудешь? Не забуду. До свидания, Баня. Пока, я напишу. Пока. Пока. Пока-пока. Ну, прощай, Хьюстон, штат Пехас. Держись, Калифорния. Мы уже едем. Да, мы снова едем. Сколько раз мы уже переезжали? За пять лет уже три раза. К чему все это? Новый дом. Новая школа для Лин. Новые соседи. Не знаю. Я так никогда не почувствую, что все это может стать наша мама. А мне хотелось, чтобы все было по-другому, да. Да. Проклятый идиот, ты черт бы их побрал. Смотри, куда едешь, старикашка. Ну, где же полиция? Когда нужны, вечно их нет. Успокойся. Кэл, да что же с тобой такое? Тебя ничем не проймешь. Мы могли же погибнуть. Мы же не погибли. Но могли, успокойся. Ладно. Хорошо. Знаю, я очень плохая. Нет. Не такая уж ты и плохая. Не понимаю я вас обоих. А ты и не должна. Кэл, сколько времени отнимет у нас эта дорога? Три дня. Три дня, если ехать и никуда не сворачивать, не тратить время на любование природой. А что, здесь есть чем любоваться? Кэл, возьми фотоаппарат. Это изумительно. Какая красота. Ладно. Теперь повернитесь. Да. Вот так. Хорошо. Снимаю. Можно будет послать это фото девочкам? Ты это видел? Нет. Дай-ка я еще раз щелкну, чтобы горы были видны. Ладно. Кэл, теперь приготовьтесь. Улыбайтесь. Отлично. Замечательно. Полк 4,42. Знаешь, за этим каньоном начинается настоящая пустыня. Если проехать прямо через нее, к 10 мы будем в Лас-Крузес. Мы так устали сидеть. Да, я хочу немного поразмяться. Может, остановимся здесь? Пап, я есть хочу. Кэл, я думаю, это коктейль. Кэл, это не рейс. Это же не гонки. А ведь я предлагал трейлер. Тогда это растянулось бы на целую неделю. Ну ладно. Давайте немного повеселимся. Слушай, может, остановимся здесь? Мисс? Мисс. Да, что принести? Пожалуйста, еще чашку кофе. А мне еще джин-тоник. Хорошо, вам что? Ну, почему бы и нет. Сейчас. Потанцуем. Ну, пожалуйста, Кэл, хотя бы один танец. Нет, нам пора уезжать отсюда. Допивай свой коктейль, я сейчас вернусь. Нам нужно ехать. К тому же, я не очень хорошо танцую. Раньше ты хорошо танцевал. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Знаешь, иногда... Эй, Лиэн, что это ты делаешь? Да так, ничего, я просто... Ты просто заигрываешь с этим мужиком? Не заигрываю. Нет, заигрываешь. Смотри мне прям в глаза. Я тебя не понимаю. Тебе столько дикости. Не представляю, откуда это у тебя. Это от тебя. Вот откуда. Попридержи свой язычок, юная леди. Ты нарываешься на неприятности. Попридержи свой язычок, Калбин. Что же это? Тебе постоило получше приглядывать за дочерью. В чем дело? У нее спроси. Лин. Лиэн. Пойдем, дорогая. Лиэн. Я не знаю. Я не знаю. Лиэн. Я не знаю. Лиэн. Я не знаю. Эти. Я не знаю. Я знаю. Хорошая тачка, папаша. Это же Форд? Солидно. Надёжная. Нам она тоже нравится. Какая цыпочка. По-моему, ты ей понравился, Джек. А я думаю, она в тебя влюбилась, приятель. Представляешь, я за всю жизнь выезжала дальше, чем на 45 километров отсюда. Понимаешь, что такое жизнь, детка? Это всего лишь день. Сегодняшний день. А мне кажется, что я просто никому не нужна. Обо мне все забыли. Хотя не уверена, что где-то в другом месте мне бы было лучше. Это потому что ты напугана. Ты боишься жизни, крошка. Ты когда-нибудь читала Джека Керрока? Нет. Ну, значит, надо прочесть. Керрак стал бы для тебя как песня. Ты бы его услышала. Как тот ручей неподалёку. Услышала бы. А здесь что-то хорошего. Ничего. Какая-то дыра. Тебе бы надо вдохнуть свежего воздуха, крошка. Сняться с места. Господи, если бы только могла. Это просто. Совсем просто. Главное, захотеть. Мне надо уладить кое-какие делишки за городом. Ну, а к закрытию я вернусь. Может, что-то надумаешь. Пойдём, коротышка, вставай. Волкер. Кабан. Собирайся. Уходим. А вы знаете, что Уилса был брат-близнец? Что тогда произошло? Кто из них стал преступным братом? Магну намекнул. Хорошие не доживают до старости. Я хочу, чтобы в Калифорнии всё было по-другому. Чтобы мне там было интересно. Господи, как я буду скучать. Не переживай, голубь. У тебя там будет много новых друзей. В Калифорнии всё лучше. И вообще там всего больше. Дом у нас будет большой. Комната у тебя большая. Только бы мама не загородила мне всю комнату барахлом. Я хочу, чтобы было просторно. Она всегда ставит кучу вещей в моей комнате. Словно я маленькая девочка. Ей просто страшно, что ты так быстро взрослеешь, да? Потому что она чувствует себя старой, да, дорогая? Ни одна мать не хочет, чтобы дети вырастали и покидали её. Это бывает у всех. Ты должна относиться к этому с большим пониманием. Ты ведь знаешь, она тебя очень любит. Да, знаю. Я хочу, чтобы ты очень постаралась и была к ней внимательнее. Чтобы вы там не ссорились. В Калифорнии, на ровном месте. Я хочу, чтобы в Калифорнии мы начали новую жизнь. Джейк. Джейк. Значит, дело передадут в суд? Но ты же сказал, что до суда не дойдёт. Но, друг. Такие вещи никто не может предугадать. Там же большое жюри, а может, окружной прокурор считает себя очень хитрым. Это ты должен рассчитывать. За это я тебе кучу денег отвалил, Джейк. Придётся ещё добавить. Судебное разбирательство – дело очень дорогое. Но откуда, чёрт возьму, деньги на это? Ты хочешь, чтобы мы смотались в Мексику опять? Да, ты правильно понял, приятель. Почему ты называешь его мальчиком? Это по привычке. Амфетамина, героин – уже преступление. Чё и непреднамеренное убийство? Но ты же говорил случайно, непреднамеренное. Ну да, пока так. Но кто знает, как дело повернётся в суде. Я вижу деньги. Думаешь, меня это впечатляет? Да тут не больше двухсот долларов. Две тысячи долларов. Если уйдёте в бега, из них пятьсот задаток. Ты где этому научился? В юридическом колледже? Тебе полторы тысячи, а мне пять сотен? Ты сраный говно, а не адвокат. Ты ничего не делаешь, только деньги гребёшь. Сгляни на эту чёртову машину. Мы разве будем когда-нибудь на такое кататься? Да никогда. А если мы прямо сейчас отберём у тебя бабки? Ну ладно, ладно, хватит тебе, Джек. Мы ведь можем договориться. Послушай, вы что, ребята, собственно, выгоды не понимаете? Воспомнись, парень. Ты как родился в куче дерьма, так никогда из неё не вылезешь. Да что же это? Я вышел из тюрьмы и буду слушаться всяких фюреров вроде тебя, чтобы тебе больше бабок досталось. Нет, уж отказываюсь. Ты вместе со своим пистолетиком, с судейским приятелем и вообще со своим миром можешь поцеловать меня в жопу. Возьми бабки и успокойся, приятель. Не думаю ни о чём больше. Ладно, приятель, теперь отпустите меня. Нет, 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 всё хорошо, отпусти меня. Пистолет у меня, я его забрал. Заткнись. Пришёл твой час, защитничек. Нет. Джейк, не надо, не надо. Не бейте меня. Джейк, пожалуйста, не надо. Джейк, пожалуйста. Джейк, отпустите меня, отпустите. Дай-ка мне свой бумажник, слезмяк. Ради бога, пожалуйста, не надо. Не надо, пожалуйста, Джейк Джейк, прошу тебя, не надо, пожалуйста, не надо Не надо Пожалуйста Отличный выстрел Брось в озеро, это улика Хорошенькие часики Мотаем отсюда, пока полиция не приехала Кажется, в этом штате пока еще не разряжается убивать адвокатов По-моему, пора получить хоть часть того, что нам предсчитается Пусть должок чуть поменьше станет Да, но что вы скажете на это, джентльмены? Как вы думаете, можем мы теперь развлечься? Да, поехали Ладно, поедем в Мексику Субтитры сделал DimaTorzok Вы рейнджер? Кинкейт из Тихасской конной полиции Это мой округ Отсюда до мексиканской границы Что, черт побери, тут случилось? У нас тут убийство, сынок, я вижу убийство Что произошло? Не знаю, полно следов Ездили на мотоциклах, наверное Сынок, старайся не наступать на следы Это вещественное доказательство Покажи, что у вас тут Субтитры сделал DimaTorzok Спокойной ночи Спокойной ночи Да у тебя романтическое настроение А почему ты не надела пижаму? Потому что я очень устала и не смогла ее найти Наверное, не надо было столько пить Я очень плохая девочка, правда? Совсем засыпаю Засыпаешь? Засыпаешь? Почему ты вспомнила о том, как мы раньше танцевали? Просто надо пользоваться случаем, если он подворачивается Дорогой, дорогой Я очень устала Может быть, завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас тебе будет очень хорошо, крошка Ты даже не представляешь себе как Тебе будет очень хорошо Но почему мне всегда так не везет? Официантку мы уже уделали Ты понял, о чем я говорю? Ах ты подонок Сперматозоид ходячий Тебе еще повезло, придурок, что мы не бросили тебя здесь как эту шлюху Ты должен радоваться, что мы тебя так любим А что ты с ней сделал, Джек? Это же отличная смерть, друг, могу себе представить Вообще, у человечества всего три пути к спасению Самоубийство, безумие и героин А как насчет любви, Волкер? Сияние чистейшей белизны, вроде той сучки, которую мы видели в ресторане Ты думаешь, что от этого что-то изменится? Твою душу ничем не отмоешь, парень А я не хочу отмываться, я хочу окунуться в это сияние Крайк, включай свои чертовы пары Эй, романтик хренов, едем в Мексико А там уж побалдеем Доброе утро Сколько мы вам должны? Как вам спалось? Нормально Бывало лучше, а бывало и хуже 442 Вы служили в полку 442? В сотом батальоне Я был один из первых офицеров, когда полк формировали в Италии и во Франции А вы американец японского происхождения? Я из первого поколения А мой сын был Мисей Он служил в полку 442 Вы сказали, был? Его убили в Монте-Кассино, лейтенант Рэндал Накамура Вы его знали? Наверное Но я... но я не могу вспомнить, извините Сколько я вам должен? Ничего Бесплатно Но нет, нет, сэр Я должен что-то заплатить Я не возьму Спасибо, сэр Доброе утро Доброе утро Сколько с меня? 14-й номер В соседнем номере были молодожены Не давали тебе спать? Да, их было здорово слышно А как вы с мамой проводили медовый месяц? У нас его не было А почему? Когда мы поженились, я был в увольнении Всего неделю Поэтому мы просто обвенчались Вышли из церкви И пообедали Оставшееся время Провели на ночном митинге Вы протанцевали всю ночь? Да, я неплохо танцевал Конечно, это было очень давно Очень-очень давно Да я просто так спросила Очень-очень давно Ну-очень давно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, кто-нибудь дома? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гракоин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не любят проигрывать. Ну, до чего же, симпатичная змейка. Да ты просто красавица. Поехали, ребята, поехали. Кабан, поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тебе угощенница. Приятного аппетита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я этого больше не выдержу. Да, они опасны. Просто прошлой ночью черт знает что устроили на другой кодце Эль-Пасо. Вы уж поймаете их. Они сумасшедшие, совсем спятили. Забрали у меня все, пиво, виски. Да, это те же самые. Дьявольское отродье. Черт, проклятые. Что здесь случилось? А девушка с ними была? Подождите минуту, мистер, я сейчас. Да что тут происходит? Иди садись в машину. А что вы думаете делать? Уж лучше их поймайте, да побыстрее. У вас есть какие-нибудь фотографии или еще что-нибудь, чтобы их опознать? Мы отлично знаем, кто они. Но тогда быстрее что-то делайте. Я здесь совсем один, понимаете? Телефон у меня не работает, я не могу позвонить. Теперь везде стало опасно. А человек должен жить спокойно, как вы думаете? Да, да, так должно быть. Но рассчитывать приходится только на себя да на Бога. А Бог почти все время занят. Я думаю, любой человек в какой-то момент открывает эту истину. Похоже, у вас это произошло сегодня. Да. Дьявольское отродье. Черт бы их подрал. О чем вы с ним говорили? Да так, ни о чем. Старику просто нравится поболтать, вот и все. А вот и мой ангелончик. Только не пей все. Ладно? Ладно. Поехали, джентльмены. Ладно, поехали, поехали. Привет. Добро пожаловать. Привет. У вас найдется пара комнат на ночь? Всего на одну ночь, да, мэм? Это вы? Да. Прямо как на оболожке журнала. Высокохудожественная работа. Сиско скоро участвует в фото-выставке. Это ретроспектива. Вы, наверное, знаменитая. Мы, правда, не очень разбираемся в таких вещах. Это не важно. Главное, чтобы вам понравилось. А если вам нравится, значит, я доволен. Вот и все. Вы действительно художник, мистер Ромас. Сиско Ромас. Я фотографировал для рекламы, если мне хорошо платили. Я сейчас занимаюсь этим, но мы с Вивен переехали сюда, чтобы пожить подальше от городской суеты. Я Кэл Мосс. Это моя жена и моя дочь Лин. У вас очень красивая жена и дочка. Думаю, вам уже это говорили. Вы когда-нибудь позировали? Ну, то есть, профессионально. Вы похожи на фотомодель. Нет, нет, профессионально нет. Иногда позировала в художественной студии в колледже своим друзьям. Да, фигура у вас совершенно идеальна. У вас такая тонкая кость. Вы меня совсем захвалили. В это время года у нас очень мало постояльцев. И кухня закрыта. Но я могу что-нибудь для вас придумать. Нет, не нужно. Мы сбегаем через дорогу в лавочку. Тестив-фриз. Лин любит бургеры. Ну, может, попозже увидимся. Было бы замечательно. Они битники. Такие красивые. Как тебе кажется? Правда, красивые? У меня такие же, бродома. Слушай, Лин. Лин. Это были настоящие битники. Я таких раньше только в журналах видела. А парни на мотоциклах? Тоже на битников похоже? Лин. Это бандиты. Тебе повезло, что отец был рядом. А то бы они тебя моментально убили. Мам. Да что ты паникуешь? Обычные современные ребята. Вроде Марлона Брандо. В непокорном. Нет, нет, леди. Это настоящие преступники. Откуда ты знаешь, кто они такие? Так, на этот раз она права. Слушай, дорогая. Понимаешь, чисто случайно, но твоя мама знает кое-что. Просто, когда точно чего-то не знаешь, лучше быть поосторожней. Они всю жизнь боятся? Немного. Да. Ну, пойдем, поедим, Тесси Фрис. Я как-то не очень доверяю кулинарному искусству битников. А я думаю, у них большой творческий потенциал. Этого я и опасаюсь. Тогда вы вдвоем сходите, а я лучше отдохну. Ты уверена? Да, ладно, идем. Эй, чизбургер с кетчупом, луком, маринованными обащами. Истинно творческий подход с горчицей и жареной картошкой. Кто там? Вивиан. О, сейчас, минуточку. Привет. Привет. Мы собираемся послушать джаз. У нас есть вино. Сиска хотела бы сделать пару снимков вас и вашей дочери. В самом деле, они сейчас в тесте Фрис, но скоро вернутся. Оставьте им записку, вы так думаете? Да, ладно. Только подождите, я переоденусь. Не обязательно, у нас без церемонии. Спасибо, я сейчас. Прекрасно, а вы действительно раньше этим занимались? Ну-ка, плечики покажите побольше, побольше. Вивиан, взгляни на эти губы, покажите губки. Тут так, то, что нужно приоткроть рот. Прекрасно, прекрасно. Теперь в такой позе. Ну-ка, расслабьтесь. Покажем губки, покажем губки. Вот так, так, да, да. Ушла к битникам. Джаз, вино, приходите. По-моему, у мамы появились силы. Да. Ну и? Ты можешь туда пойти. А я, пожалуй, из поколения битников. Не забудь маме отнести ее в бургер. Конечно. КОНЕЦ Лос-Анджелес, Родина Падших Ангелов. Я сама оттуда. Мы обе оттуда. Но здесь окружение гораздо лучше. Нет такой нетерпимости к неоконформистам. Я открою, да-да. Эй, смотрите, кто к нам пришел. Я принесла тебе бургер. Она такая красивая, такая свежая. Как это замечательно. Да-да, у вас обеих отлично получится, прекрасно. Подойдет для серии снимков в журнале Ева. КОНЕЦ Ну, мы пойдем. До свидания, друзья. Долголетие Кэл. Витамины стопроцентные, чистейшие. Этот рецепт упоминался еще в древнегреческих и римских преданиях. Ваша прелестная жена говорит, что вы направляетесь в Лос-Анджелес. Да, у нас такой план. Берегите свою душу, друг. Там мир холодный, жестокий. Береги себя, девочка. Да, я думаю, временами, что мир такой. Да, прелестная женщина. Пока, Сиска. Спасибо вам за все. Особенно за это. До свидания. Всего хорошего. Напишите как-нибудь пару строк. До свидания. Мы прекрасно провели время. Они такие милые. А знаешь, они даже не женаты. Что? Кэл, они любят друг друга. Это самое важное. Они настоящие художники. Делают то, что им нравится, а не то, что хотят от них другие. Этот Сиско такой талантливый. Ты только посмотри. Посмотри. Джин, ты хочешь, чтобы твоя дочь именно этим занималась? Ничего страшного. Это просто фотографии. Дай я посмотрю. Убери их, пожалуйста. Это же искусство. Ух ты, мам. Джин, пожалуйста. Здесь нечего стыдиться, Джин. Отдай. О, Господи. Господи. Ты не это ищешь? Ну, Джин, бери. Это же твоя, правда? Я кажется... Пустяки. Черт. Папа. Вот чёрт, чёрт. Что случилось? Двигатель перегрелся. Плохо. Плохо. Придётся сходить за водой. Но это же далеко. Не так уж далеко. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Кэл? Да. Будь осторожней. Хорошо. Как ты думаешь, может сделать цвет волос рыжее или оставить натуральный? Рыжий? Знаешь, мне всегда хотелось быть рыжий. Понимаешь ли, все хотят быть не такими, какие есть. Но не папа. Да. Наверное, ты права. Он всегда одинаковый. А он был таким же, когда ты за него вышла? Нет. Он был моложе. Веселее. И с ним было легко разговаривать. Иногда мне кажется, я его просто не узнаю. А ты его тогда больше любила? Я думаю, теперь это не важно. А почему ты спрашиваешь? Из-за Джерри. Лен, Джерри был моим другом, понимаешь? Кое о чем проще иногда поговорить с друзьями, бывает так, что нужно с кем-то поговорить, но ты могла бы поговорить с папой, ему бы тоже этого хотелось. Но он никогда этого не показывает. Может, не показывает, а может, не знает, как это сделать. Твой отец прекрасно все знает, он просто отдалился, вот и все. А может, это ты отдалилась, мама? Я иногда с тобой не могу разговаривать. С тобой иногда никто не может разговаривать. Как ты можешь так говорить? Мы же с тобой настоящие друзья, правда? И лучше друзей нам за всю жизнь не найти. Ну, обними меня. Разве ты не лучшая моя подруга? Да, наверное, так. Что ты делаешь? Хочу пройти. Надо немного размяться. Только далеко не уходи, здесь змеи. Лин. 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 Все будет в порядке. Спасибо. Да, я это чувствую, понимаете? Конечно. Вы, значит, так и решили? А далеко ехать? Да не очень, не очень далеко. Ладно, надеюсь, все обойдется. Мы будем очень рады, если вы к нам вернетесь. Пустяки, просто надо немного воды, но спасибо за приглашение. Спасибо. Я считаю, что человек по природе своей дом, добр, а все зло идет от общества. Расслабляется власть, насилие, смерть. Я хочу сказать, что люди постоянно вынуждены терпеть это распятие духовное. Но, по-моему, это настоящий триумф личности, если люди способны жить среди такого разрушения и нигилизма. Вы тоже так думаете? Пытаюсь. Лин. 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 Крошка, я тебя искал. Иди-ка, иди-ка ко мне. Сюда, сюда, давай. Нет, нет, не надо. Садись на мотоцикл. Садись на мотоцикл. Садись. С тобой ничего не случится. Я увезу тебя отсюда. Лин. Нет, не надо. Я сказал, садись. Я сказал, сидеть не надо. Лин, о боже, нет. Хватит ерундой заниматься, друг. Дай-ка мне мой инструмент, дурик. Прекратите. Я ничего тебе не сделаю. Я только тракну тебя, и все. Я иди-ка. Я иди-ка. Господи. Эй, что? Что тут происходит? Я отсюда сматываюсь. Кэл, тихо, тихо. Тихо, не волнуйся, все в порядке. Постарайся успокоиться, дорогая. Вот так. Успокойся. Они увезли ее. Дорогая, послушай меня и успокойся. Дыши, дыши глубже. Хорошо? Сделай это для меня. Дыши. Хорошо? Дыши. Они забрали мою девочку. Да, да. Послушай меня. Дыши. Дыши. Что они с ней сделают? Дорогая, послушай меня. Глубокий вдох. Давай еще раз. Продолжай. Просто дыши, дорогая. Спокойней, спокойней. Мы ее найдем. Присядь. Вот так. И дыши глубже. Хорошо? Не плачь, крошка. Ты в безопасности. Я был вынужден, но эти парни... Я даже не могу, чтобы они с тобой сделали. Ты такая свеженькая, чистенькая. Они от этого совсем обалдели. Они... Они за мной погонятся, это точно. Они были вместе с тобой. Я видел, как они потащили маму. Эти парни всегда сами по себе крошка. Они как волки в стае, понимаешь? И они ничего не забывают. А что случилось с мамой? Да ничего, ничего с ней не случилось. Я заметил, машина подъехала. И она... Подняла стекла, закрыла двери. По-моему, она не очень о тебе волновалась. Ладно, держись, держись. Все будет хорошо. Все будет в порядке. Но нам лучше поехать в сторону Мексики. Потому что я же тебе говорил, эти парни... Они ничего не забывают. Понятно? Они ее так накачали наркотиками, что у нее сердце почти разорвалось. Чистейший, стопроцентный мексиканский героин, о господи. Эта официантка как замороженная. Даже кожа голубая. Эта официантка как замороженная. С кем-то из дежурных. Подождите. Мистер, здесь произошло убийство. Может быть, два. А таких вещей у нас в округе не бывает. Поэтому садитесь и ждите, как все люди. Да, не откажусь от любой помощи. Это прямо я сейчас вам так сказать могу. Да. Сначала адвокат. Теперь молоденькая официантка. Получается, уже два убийства в одном и том же районе. Здесь такого никогда еще не было. Во всяком случае, в моем округе. Я этого не потерплю. Да они уже давно за границей в Лас-Паунсе. Надрываются от хохота. А мы ничего не можем сделать. И они это знают. Рано или поздно они вернутся. И тогда уж мы их встретим. Я требую судить этих парней по особым законам. Ты забываешь одно правило. Здесь у границы закона пишу я. Вопросы есть? Да или нет? Нет, сэр. Тогда за дело. Мы можем вам чем-нибудь помочь? Нет, пожалуй, нет. Где-то я видел этого парня. Может, преступник? Или полицейский? Может, я его видел в Корее? Черт. Слишком давно я здесь работаю. Пойдем, да. Пойдем. Пойдем. Посмотри-ка туда. Это Мексика. Там люди живут свободно, крошка. Там нас никто не найдет. Значит, ты меня туда везешь? Ты не боишься, нет? Не бойся, ангелочек. Я буду о тебе заботиться. Невозможно себе представить, что эти парни могли бы там с тобой сделать. Ты даже не догадываешься. Держись за меня, и все будет прекрасно. А когда придет время, мы родителей твоих найдем. Ты мне веришь? Не правда ли? Вот и умница. Замерзла? Как ты думаешь, может, поедем? Привет, друг. Привет, друг. Привет. Привет. Гортман, мне надо поговорить с сеньором Гортманом. Полюбуйся на этих котов, крошка. Кипари в соломенных шляпах, слетели сюда снимать сливки. Здесь здорово, свободно. Никаких подозрений. У меня дела с этим человеком. Он пророк. Но только не говорит. Ему отрезали. Сделай вид, что ты ничего не замечаешь, и все будет отлично. Добрый вечер, друг мой. Я хочу заключить сделку. У меня есть деньги. Амфетамин, героин. Мне нужно самое лучшее. Где он подобрал белую девочку? Где ты подобрал белую девочку? Правда, красавица? Мне это не нравится. Она напоминает мне мою дочь. Мне не нравится этот сукин сын. Она слишком молода для тебя. Сеньору Гортману она напоминает одну из его дочерей. Ему это не нравится. И ему не нравишься ты. Я пришел по делу. Ты ему понравилась, крошка. Он тебя хочет. Поэтому держись. Не теряй головы. Отдай девушку сеньору Гортману. Он хочет отправить ее домой. Это частная собственность, мой друг. Если хотите провернуть дельце, приходите в сарай. Часа через два-три. Слушай, ты, таракан. Не давай мне повода тебя пришить. Я бы с удовольствием увидел, как на улице прольется твоя кровь. Если захотите заключить сделку, вы знаете, где меня искать. Потом, таракан. Мексиканский ублюдок думает, что если у него есть пушка, то он крутой. Этим мексикашкам ничего не стоит убить человека. Привет, друг. Привет. Привет. מה. Этим мексикашкам чертова лампа вот так это то нам и нужно а Здесь становится теплее. Я устал. Я так устал. Иногда жизнь меня просто выматывает, понимаешь? Ложись, отдохни, ангелочек. Тебе это нужно. А это что? Это от моей подруги. От моей лучшей подруги. Это на счастье, да? Да. А это не только для тебя. Нет. Нет. Это не только для тебя. Да. Продолжение следует... 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 Главное не упустить момента. Чем мы можем вам помочь? Вы говорите по-английски? Чем я могу быть вам полезен? Прекрасно, я кое-кого разыскиваю. Белую девочку? Он не может говорить громко. Несчастный случай, еще в молодости. Я ищу девочку примерно лет 16, может быть она с парнем проезжала здесь на мотоцикле. Куда они ее увезли? Наверное в свой сарай на приграничной дороге. Синьор Гортман думает, что видел девочку. Это ваша дочь? Да, моя дочь. Они свиньи. Может быть поймать их? Сначала получим от них бабки. Я думаю, синьор, мы можем найти их. Но на это нужно время. Сколько времени? Нет, 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 синьор. Мы с синьором Гортманом, мы не возьмем у вас деньги, это опасно. Нам надо быть осторожнее. Но я не могу ждать. Я понимаю. Синьор Гортман понимает. Да, у него несколько дочерей. Но вам нужно подождать, синьор. А он стал бы ждать? Нет, синьор. Но он здесь хозяин. Завтра мы ее найдем. Благодарю за содействие, господа. Спокойной ночи. Что случилось? Они не собираются нам помогать. Нам придется самим их разыскивать. О, боже. Кажется, я знаю, где она. Я все смогу сделать. Но мне будет нужна твоя помощь. Ты должна будешь делать все, что я скажу. И тогда, когда я скажу. Без вопросов. И без колебаний. И без колебаний. Это изумительный момент. Вот он сейчас. Момент, когда ты чувствуешь, что перестал быть мистеричен. И стоит свернуть за этот угол. Я потрясающе себя чувствую, Джек. Стоит свернуть за этот угол. И словно купаешься. Открой-ка рот. Оставь немного потаскушки. Вот дерьмо. Где этот проклятый Гортман? Он приедет, приедет. Не волнуйся, парень. Друг, из-за этого время только теряем. Открою рот. Открывай, открывай. Вот так. Какая я была дура. Ладно. Пойдем. Пойдем. Эй, Волкер. А это тебе, детка. Мне не нужна эта дешевка. Отвези ее домой, Крэп. Да, отвези ее домой, Крэп. Может, ты сам трахнешь эту сеньориту и успокоишься? Давай, друг. Я же тебя не удерживаю от глупостей. Она твоя папочка. Можешь еще разок. А я хочу эту чистенькую белую штучку. А, Джейк, малыш. Забирай ее в Бракетс. Бесплатно. У меня еще никогда не было девственности. Да она вовсе не девственница. Она меня просто изнасиловала. Иди сюда, милашка. Эй, чокнутый. Отвези эту красотку домой. Нет, нет, нет. По-моему, мне хочется посмотреть. Вали отсюда, Крэп. Я узнаю, где Гортман. Пора приступать к делу. Мне хочется остаться здесь. Ты слышал, что тебе приказали? Слышал? Ладно, я ухожу. Пойдем. Крэп, сделай это, сделай то. Да еще этих хреново часы не идут. Давай. Поехали, сеньорита. Уходи. Уходи. Крэп. 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 А ты что за хрен? Папа. 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 Значит, забавно тебя видит здесь папаша. Да, я тоже так думаю. А ведь тут частная собственность папаша. Это уже посягательство приятеля. Как твой форт поживает, папуля? Нарываешься на неприятности, да? По-моему, он хочет поскандалить. Но за это дело не встанет. А сейчас я тебя своим ножичком, папуля. Займись. Вот этой лопатой я тебя и урою. Значит, только мы двое, папаша. Ты и я, да? Что ты на это скажешь? Ты и я, да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 об этом говорить. Но теперь ты сама понимаешь. Кажется, будто бы это сон, будто этого никогда не было. Но это было. Было наяву и может быть все остальное только сон. Это наша тайна. Нас троих. Так бывает. Не повезло и никаких вопросов, никакой жалости, никакой пощады и кошмары не снятся. Потому что я вообще не вижу снов. Если что-то запало в душу, остаются шрамы. Они есть у любого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok